Для того, чтобы сконструировать свой собственный урок в библиотеке электронных материалов Mesh, необходимо зайти в раздел «Плюс» «Добавить материал», расположенный в верхней панели экрана, и выбрать сценарий урока. Для начала мы также попадаем в спецификацию урока, которую необходимо заполнить, прежде чем мы сможем в конструкторе урока создавать содержание самого урока. Первое, что мы вводим, это название урока, тема урока, даем описание урока для того, чтобы было понятно, для какого класса и для каких целей используется этот урок вами в учебном процессе. Даем описание уровня изучения учебного материала, базовый либо углубленный. Предлагаем выбрать уровень образования предмет и добавить контрольные элементы содержания. Добавляя к «С», мы получаем заполненную таблицу уровень образования предмет контрольные элементы содержания. И при необходимости также можем добавить другой предмет, где можем использовать фрагменты данного интерактивного урока. И после этого переходим к выбору используемого оборудования. Так как урок проектируется сразу на трех экранах, напоминаю, что это интерактивная панель или интерактивная доска, где представлен основной наглядный и содержательный материал урока для учащихся. Первый экран. Второй экран – это планшет учителя, где размещена в первую очередь информация для самого педагога. И третий – это планшеты, либо любые другие гаджеты учащихся, которые могут подключаться к уроку и, соответственно, также просматривать его учебный контент со своих носителей, а не с интерактивной доски. Соответственно, если бы мы захотели отключить тот или иной вариант использования технического оборудования, то мы бы просто нажали соответствующую галочку, но так как мы конструируем урок с точки зрения всех его дидактических и методических возможностей, то мы оставляем по умолчанию все три вида технического оборудования и переходим к сохранению нашего описания. Для сохранения уроков по умолчанию используется «Моя корзина». При необходимости можно зайти в «Мою корзину» и выбрать соответствующую папочку, ну, например, сценарий уроков, где будет сохраняться ваш сценарий урока, после чего его сохранить. Из дополнительных возможностей для урока есть возможность прикрепить дополнительные файлы с рабочего стола компьютера, и эти дополнительные файлы позволяют прикрепить к интерактивному уроку те материалы, которые учитель может распечатать и раздать в качестве дидактических материалов для заполнения учащихся на уроке в печатной форме. После этого в верхнем правом углу кнопка «Сохранить» и мы попадаем в конструктор урока, который представляет из себя три экрана. Первая часть, основная, это часть, где мы выбираем тот или иной материал для добавления и таким образом конструируем и работаем с содержанием урока в центральной части экрана. Левая часть экрана, конструктор урока, служит для навигации и для создания структуры урока, а правая часть экрана служит для редактирования урока и добавления каких-то функций, которые предусмотрены для различного типа электронных ресурсов, прикрепляемых непосредственно к уроку. Для того, чтобы начать создавать свой урок с самого начала, необходимо к названию урока конструировать необходимое количество этапов урока. Соответственно, мы нажимаем на название этапа урока, называем его тем или иным образом, например, «Этап 1». Ниже нажимаем кнопку «Добавить» «Этап 2». Ниже добавляем плюс «Добавить» «Этап 3». Соответственно, все этапы урока носят конкретные названия. Номера мы добавляем для того, чтобы этапы у нас отличались друг от друга. В зависимости от того, какой типологией урока вы пользуетесь, у вас могут появиться этапы мотивации учащихся, постановка учебной задачи, актуализация учебного материала и так далее. В данном случае мы не будем останавливаться на названиях, а остановимся на использовании инструментария для создания своего собственного урока в конструкторе библиотеки Mesh. Не забываем, что мы всегда работаем на трех экранах. И, соответственно, первый экран, который включен сейчас и обведен голубой тонкой линией, перед нами в центре находится. Это интерактивная доска или интерактивная панель. И мы всегда рекомендуем начинать разработку своего урока с заполнением материалов на первом экране по всем этапам урока. Так мы можем сразу выстроить логику, расположить основной учебный материал и фактически дать возможность педагогу выстроить такую линейную логику урока для того, чтобы потом продублировать, дополнить, либо изменить что-то, переходя к экранам рабочего стола учителя и к экранам, которые могут видеть на своих планшетах сами учащиеся.